Читаем Библию вместе И, наверное, вы, дорогие зрители, уже много раз видели меня, когда я давал обзоры по каждой, практически по каждой главе книги Судей. Мы внимательно изучали события, которые там описаны, но сейчас я хотел бы дать общий обзор всей книги. Лично я, перечитывая эту книгу в очередной раз, ловлю себя на мысли, что печально как-то, как-то вот неприятно на душе после того, как я прочитал эту книгу. Я думаю, что многие из вас, и вы говорили об этом, испытываете те же самые чувства. Вопрос — почему? Действительно, эта книга, она достаточно мрачная. В ней говорится о множестве грехов, которые совершал израильский народ, и о той деградации, которая происходила в жизни. Мы всегда говорим о том, как эта книга вписывается в общий план божественного искупления, божественного откровения. И где-то можно сказать, что вот эта книга описывает события между исполнением двух божьих обещаний. Земля, которую дал Господь, — это второе обещание. И вот третья — великая нация, о чем мы будем читать позже в последующих книгах. Я, конечно же, понимаю, и мы все понимаем, что Бог знал, что произойдет именно это, что в эти четыреста приблизительно лет будут происходить вот такие события в жизни израильского народа. Запланировал ли он это специально? Конечно же, нет. У Бога был особенный план, чтобы нация Израиля стала великой под руководством Бога. Но израильтяне захотели. Ключевой текст этой книги или один из ключевых текстов звучит так. Это последний стих последней главы. «В те дни не было царя у Израиля. Каждый делал то, что ему казалось справедливым». Помните, вначале я говорил о том, что это период неудавшейся теократии, когда каждый решил делать так, как он считает нужным, и не думал о том, что думает по этому поводу Бог. В этой книге мы читаем о судьях. В этой книге мы видим вот этот цикл судей. Я напомню его. Израильтяне грешили, Бог наказывал, израильтяне каялись, Бог избавлял, и наступал период мира, и снова грех. Мне бы очень хотелось, чтобы наша жизнь не была похожа на жизнь израильского народа в тот период, потому что именно вот такие последствия греха, о которых мы читаем в этой книге, они очень тяжелые, и не хотелось бы, чтобы кто-то переживал их. Каким мы видим Бога в этой книге? Это еще один вопрос, на который мы обычно отвечаем в обзоре книги. Я думаю, что когда мы читали эту книгу, мы обратили внимание на то, что Бог, Он справедливый, Он гневающийся. Но я хотел бы подчеркнуть Его другие качества сегодня. Это Бог долготерпеливый и Бог милостивый. Это тот Бог, который, несмотря на наказание за грех, Он продолжал миловать Свой народ. Он продолжал терпеть. При этом всем хочется предупредить, что не нужно испытывать Божье терпение. Не нужно думать, что я буду делать грех, делать что хочу, жить как хочу, но вот в какой-то момент я обращусь к Богу, и Божья милость меня покроет. Давайте не играть с Богом. В Библии сказано, Бог искренним поступает искренне, а с лукавым по лукавству Его. Поэтому, если ты думаешь перехитрить Бога, греша и уйдя от Божьего наказания, то, скорее всего, ты ошибешься. Мне бы очень хотелось, чтобы каждый из нас жил так, чтобы Божье наказание не стало реальностью в нашей жизни. Итак, какой же урок мы можем взять из этой книги? Я думаю, что самый главный урок и всё, что в этой книге подводит нас именно к этой мысли. Бог в жизни человека должен быть на первом месте. И тогда жизнь человека развивается по Божьему плану, и все Божьи благословения приходят в эту жизнь. Когда человек убирает Бога с первого места в своей жизни. Когда человек не пускает Бога на трон в своей жизни. Когда главное в жизни человека не воля Божья, а что-нибудь ещё. Вот тогда начинается деградация. Вот тогда начинается та жизнь, которая описана в книге Судей. Что каждый делает то, что казалось ему справедливым. А что искажённый грехом природе может казаться справедливым. А что человеку, который отрывает себя от единства с Богом, может казаться справедливым. Поэтому, дорогой друг, дорогой брат или сестра, пусть Бог будет на первом месте в твоей жизни. И Его святая воля — главной приоритетной задачей, которую ты и я будем реализовать через нашу жизнь. Благослови нас и Господь. Читаем Библию вместе. И пусть Божьи благословения придут в жизнь каждого из нас, а Его наказание никогда не станет реальностью нашей жизни. Читаем Библию вместе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова